Меня зовут Севастьяна, мне 17 лет. В вашем центре я занималась два года. И в итоге я поступила на бюджет факультета фундаментальной медицины МГУ, чему я очень-очень рада. В 11 классе я стала победителем Ломоносовской олимпиады по биологии, призером второго уровня Ломоносовской олимпиады по химии и призером третьего уровня Олимпиады по кори-воробьевой горы по биологии. Кроме того, я стала призером регионального этапа тоже по биологии. Также я написала ЕГЭ по биологии на 99 баллов и ЕГЭ по химии на 94. А, да и внутренний экзамен по химии тоже на 94. В 10 классе я занималась по схеме и биологии. Начну, пожалуй, с биологии. И прекрасный преподаватель Артем Игоревич, он прекрасно объясняет, очень умный. И благодаря ему я поняла, что хочу поступать именно на факультет фундаментальной медицины. Я поняла, что хочу учиться с такими ребятами, как он, со столь достойными. Кроме того, что он отлично объяснял, у него прекрасное чувство юмора, что делало занятия более душевными. С самого первого занятия он с нами всеми хорошо познакомился. Мы рассказали о себе, о своих интересах. Это тоже помогло им создать дружескую атмосферу. Также, когда мы писали тесты, он давал шоколадку за лучшие работы. Ну, это всегда приятно, не только написать лучшие работы, но и получить вкусный приз. Так, о химии я занималась у Алексея Андреевича. Это тоже замечательный преподаватель, и его чувство юмора – это тоже отдельная тема. Он отлично все объяснял, и, что очень приятно, была возможность с ним связаться вне занятий, как и с Артемом Игоревичем. То есть можно было позвонить, написать, задать вопрос. И это очень удобно, то, что бывает. Делаешь домашнюю работу, и в какой-то момент не получается. И тогда очень полезно позвонить преподавателю и разобраться. Благодаря Алексею Андреевичу я разобралась с органической химией. Ну, как такой первичный обзор. Потому что без него вряд ли бы это получилось. Очень хочется отметить практики в течение всех двух лет. Их было много, они были подробными. Вот так как у нас достаточно маленький группа, у всех была возможность что-то сделать самому. То есть обычный преподаватель говорил нам, что надо делать, и мы сами какие-то реакции проводили. Также, когда мы работали с микроскопом, тоже у каждого был свой микроскоп. Вот, и если вдруг что-то не получалось, мы и друг другу помогали, и преподаватель помогал. Что касается Василия Николаевича, это прекрасный преподаватель, отличный преподаватель. Вот. Очень хорошо объясняет, может отвечать, наверное, на практически все вопросы, которые появляются у учеников по поводу биологии, еще и химии, и физики. Благодаря ему появилась связь между биологией и другими, естественно, научными дисциплинами. Потому что, к сожалению, в школе их не преподают как-то вместе, не показывают то, что это все взаимосвязано, и не может существовать друг без друга. Что это, естественно, научный цикл, он неразрывен. А тут именно на уроках биологии я это осознала. Осознала.